Девушки отдыхают... 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 Это самая главная движущая сила у нас... Мы здесь власть... Девушки отдыхают... А чиновники должны нам подчиняться... Потому что мы их выбираем... Две ночи уже наши коммунисты не спят... Здесь дежурят около строительства... Как мы считаем, незаконного... Почему оно незаконное? Да потому что власти города Москвы... Что ничего не так ничего не так переживают... Двушки отдыхают... Прямым образом... Федеральное законодательство... Вот это не так всё это нельзя... В парках. Несмотря на существование такого закона, правительство Москвы своим распоряжением выдает разрешение на строительство в парковых зонах. Ему глубоко безразлично получается, о чем говорит федеральная власть. Как же мы можем не протестовать против такого беззакония? А люди вышли сюда потому, что этот маленький пятачок был общедоступным местом, где можно было с детьми погулять, поиграть в бадминтон, открытая площадка. Здесь у нас очень заросший парк и единственная открытая площадка. Мы увидели, что методы, которыми здесь происходит строительство храма, они тоже незаконны. Во-первых, если бы здесь было совершенно законное строительство, значит, приехала бы строительная фирма, поставила бы одного охранника и проводила строительные работы силами рабочих, которые находятся по трудовому договору или по какому-то там трудовому соглашению в отношениях с застройщиком. Мы же увидели, что приехало порядка 50 человек, членов незарегистрированной общественной организации или общества под названием 40-40, крепких молодых ребят, которые, у них нет ни лицензии на производство строительных работ, забор возвели совершенно не строители, а какие-то добровольцы. Если этот забор упадет на голову или ребенку на голову, кто будет отвечать? Я вот даже хочу так спросить. Кто будет отвечать, если здесь произойдет несчастный случай? Что лично я видела ночью? Я видела людей, у которых действительно были электрошокеры. Люди не имели обязательного сертификата, который положен при наличии шокера. И они этими шокерами, так сказать, поигрывая, воздействовали на нервную систему людей. Дело все в том, что наша власть уже не народная. Она не действует в интересах народа, а в интересах денежных мешков, больших толстых кошельков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова